Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами режиссер, продюсер и человек, который снял очень интересное авторское кино, которое представит здесь, во Владивостоке. Зовут его Тим Уоррен. Здравствуйте, Тим. Добро пожаловать в Владивосток. Спасибо, что пригласили меня. Тим Уоррен, американский кинопродюсер и режиссер, принимал участие в создании почти двух десятков сериалов и реалити-шоу для различных телесетей США. В 2016 году Тим снял документальный фильм «Школа 911», который рассказывает об уникальном пункте скорой помощи в городе Деррен, штат Коннектикут. Вот уже 40 лет на этом посту работают старшеклассники, обычные американские подростки, в руках которых оказываются человеческие жизни. Приветствую. Я уже перечислила многие ваши кинематографические специальности. Возвращаясь к началу вашей карьеры, расскажите, в какой последовательности вы их осваивали? Я начал свою карьеру в Нью-Йорке в 1990 году на канале NBC. На первых порах у меня были обязанности из разряда принести кофе, подготовить кассеты для записи, но постепенно круг моих занятий расширялся, и я стал работать на телешоу, а затем в 1996 году переехал в Лос-Анджелес. Там тоже была работа в нескольких телевизионных проектах, но уже в качестве режиссера и шоураннера. Таким образом, я год за годом накапливал и расширял свой профессиональный опыт. Мой последний на сегодня проект — это бизнес-шоу с известным рэпером 50 Cent. У вас огромный опыт на телевидении, но здесь, во Владивостоке, вы представляете ваше документальное кино, называется оно «Школа 911». Правда ли то, что ваш личный опыт побудил вас погрузиться в эту тему и создать кино на такую необычную тему, о таком необычном опыте в одном из американских городов? Я был участником этого уникального отряда скорой помощи, когда сам был тинейджером, и было это более 30 лет назад. Этот опыт во многом сделал меня тем, кто я есть, потому что, несмотря на то, что я не пошел в медицинский университет, навыки, полученные мной в то время, я продолжаю применять по сей день. Работая как режиссер и продюсер, я использую базис, заложенный во время работы в скорой, а это такие качества, как стрессоустойчивость, грамотный тайм-менеджмент, умение принять решения в экстремальной ситуации, работа в команде и так далее. Надо сказать, что посредством своего фильма я хотел отдать дань уважения тем людям, которые многому меня научили. Продолжение следует... 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 If a teenager is given the opportunity and the door is open for them, they'll do it. I want to get backboard seed collars, please. This whole experience lets you understand who you really are. We can do it if we have people willing to believe in us. Radio 53 is landing. If you make assumptions about teenagers, it can be completely false. There we go. It's a privilege to be here. I consider that my family... If it wasn't for the young people here, who came to my rescue, I'd be dead. How often do you get kids to take care of you and save your life? Not every day. Everyone clear? Ready? Everyone clear? Absolutely all my colleagues, who watched the film with me, were surprised, that there is such a practice. And I'm interested in it. I think it's a very... I think it's a very... Absolutely. I think it's a very... 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 I think it's a very important... Я думаю, для тинейджеров это особенно важно, ведь когда мы молоды, мы все считаем себя неуязвимыми И даже не задумываемся о том, что может произойти нечто плохое А между тем в жизни случаются страшные вещи, и к этому надо быть внутренне готовым Опыт работы в скорой помощи как раз и дает подросткам возможность осознать это Кроме того, они учатся думать в первую очередь не о себе, а о других людях И таким образом становятся более милосердными Словом, это тот опыт, который выходит далеко за рамки одной лишь медицины Это настоящая школа жизни За десятилетия существования такой программы в вашем родном городе получила ли она шанс на распространение где-то в других регионах Америки? Многие города пытались повторить эту программу Есть несколько примеров ее внедрения в более усеченном варианте И программа также успешно функционирует Но есть и несколько случаев, когда попытки ее применения оказались абсолютно провальными И знаете, причина провала заключается в том, что взрослые люди оказались не готовы передать в руки подростков полное управление организацией Секрет успеха этой программы в том, что она должна реализовываться силами самих тинейджеров и никак иначе Так они становятся заинтересованными и увлеченными Как только организации начинают управлять взрослые, молодые люди быстро теряют к этому интерес Секрет успеха такой программы в том, что в ней взрослые ассистируют подросткам, а не наоборот В процессе создания этого кино вы задумывались о том, какой отклик вы бы хотели получить от аудитории И основываясь на том, что этот фильм побывал уже и на фестивалях, и вы показывали его широкому кругу зрителей Получили вы тот отклик, на который рассчитывали? И каков он был? Отклик получился самым позитивным Многие люди, как и вы, с трудом могли поверить в то, что такая практика действительно существует И были очень вдохновлены этим опытом Мне как автору принесло огромное удовлетворение Возможность поделиться с другими людьми идеей этой уникальной организации И показать, как она функционирует на протяжении целых 50 лет Но должен сказать, что я не ставил себе задачу побудить людей немедленно создавать у себя в городах подобные службы скорой помощи Скорее мне хотелось донести мысль, как прекрасно могут научить ответственности те полномочия, которые мы передаем в руки совсем молодым людям Взрослым важно не только обеспечить подростков необходимыми навыками, но и обязательно дать возможность применять их в реальной жизни Вот этот общий посыл моего фильма я и хочу донести до людей Если говорить о широкой аудитории зрителей, то все примерно представляют, как снимают игровое кино И что в этом задействована большая команда специалистов Если говорить о вашем опыте съемок документального кино То насколько большая команда сопутствует вам? И можете ли вы поподробнее рассказать о тех людях, которые являются вашими соратниками? Этот документальный фильм я создавал полностью за свой счет и в буквальном смысле оплачивал из собственного кармана А значительную часть съемок я провел самостоятельно Кроме того, я приглашал к сотрудничеству нескольких операторов, с которыми взаимодействую на своей основной работе То есть на съемках реалити-шоу А также я сотрудничал с несколькими студентами-кинематографистами, которым было интересно попрактиковаться Кстати, это здорово сработало в том смысле, что многие участники моей съемочной группы оказались лишь на пару лет старше героев фильма Отчего им было очень просто найти общий язык Ну и в целом я получил большое удовольствие, поработав со столь молодой командой профессионалов А если говорить в целом о стиле вашей работы, вот ваши проекты, которые вы делаете как автор Они рождаются... Долгое время вы об этом задумываетесь, вынашиваете некий план действий Или вы, допустим, склонны к неким спонтанным идеям и их воплощению, что вам ближе? Знаете, мистер Добл, который был основателем той самой станции скорой помощи, что я снял в своем фильме Известен своими мудрыми высказываниями Мы называем их даблизмы Так вот, один из них гласит, будь готов к тому, что ты хочешь найти И вместе с тем не бойся менять свои желания Я думаю, это применимо к любой работе и любой деятельности Конечно, всегда нужно иметь четкий план Но при этом никогда не нужно бояться отступить от него Ведь иногда спонтанные решения могут быть гораздо интереснее четко продуманного сценария Если мы говорим о кино, это может повернуть историю в новое, более интригующее русло Так что я за комбинацию планирования и открытости новым идеям Немного спонтанности никогда не повредит Вы уже сказали, что прошли долгий путь на телевидении И если смотреть ваше портфолио, там можно увидеть и реалити-шоу, и документальные проекты, и сериалы Какие жанры на данный момент для вас являются интересными для дальнейшего исследования? Где бы вам хотелось попробовать себя еще? Я думаю, очень сложно выбрать какой-то жанр Ведь прежде всего я люблю этот бизнес за его многогранность За встречи с разными людьми И за возможность исследовать самые необычные стороны нашей жизни В первую очередь я смотрю на себя как на рассказчика истории И мне хочется снимать такие истории, которые могут повлиять на людей И вместе с тем привести к неким позитивным изменениям в обществе Я готов это делать посредством самых разных жанров Будь то игровое кино, документалистика или реалити-шоу За кадром мы с вами немного поговорили о том, что работа на телевидении хороша тем, что ты можешь оказаться порой в самых неожиданных местах Можете ли вы вспомнить наиболее необычные обстоятельства, в которых вы оказывались на съемочной площадке? Я побывал во многих удивительных местах и встречал разных замечательных людей Но должен сказать, что опыт, который я проживаю прямо сейчас, находясь в России, во Владивостоке Это нечто особенное Потому что я оказался в той части света, где никогда не бывал прежде Это невероятно волнующее и приятное приключение Знаете, я думаю, стоило провести 25 лет в киноиндустрии, чтобы сейчас иметь возможность находиться здесь Встречаться с вами и множеством других столь же приветливых людей Одним словом, все это потрясающе Последний мой, пожалуй, вопрос Несмотря на то, что проект, который вы представляете во Владивостоке является независимым Вы все-таки являетесь человеком, вовлеченным в индустрию И вот не так давно проходило вручение статуэток Эмми Следили ли вы за этим и болели ли вы за какие-то проекты, которые были там представлены? Конечно, сейчас выходит огромное количество прекрасных телевизионных проектов В кабельных сетях, в интернете и так далее Многие из них высочайшего качества и порой мне бывает жаль, что не хватает времени Посмотреть все то, что выходит в свет Один из лучших проектов прошлого сезона – это рассказ «Служанки», собравший немало наград Ну а лично для меня событием стал сериал «Очень странные дела» Который отсылает меня на 30 лет назад во времена моего тинейджерства Мне действительно понравилось это шоу Интересное, умное и очень классно сделанное Хорошо, спасибо, что поделились своими пристрастиями Желаю вам приятной встречи со зрителями Владивостока и спасибо, что заглянули в гости Большое вам спасибо за приглашение Мне приятно наше знакомство и удивительно здорово оказаться здесь, во Владивостоке Спасибо Спасибо и вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!